Вот кажется прошло. Христос воскрес! Воистину воскрес, Игнатий Тихонович! Ну давай, счетом! Ага. Ну, первое, Игнатий Тихонович, некоторые такие соображения есть, я их скажу, а потом, если позволите, задам вопрос. То есть у меня вот такое... Ну, прежде всего я должен, ну, искренне слова, восхищение сказать по поводу того цикла, который вы сделали. Это действительно потрясающе, причем так быстро смотришь там по несколько роликов в день, я не успеваю даже просматривать. Но самое главное, качество, и это какое-то совершенно другое видение. То есть вот они существовали, то есть для меня там чейки мне никогда не занимали какое-то такое важное место в моей жизни. Ну, если есть что-то, знал, ну, конечно, я их не читал. Так, по тебе, Маленька, чуть-чуть пореже говорите, чтобы я разбирал слова. А то он, ну, Маленька, это, ну, забивает интернет. Давай-ка. Понятно. Вот, говорите мне, они существовали, вот, как бы, в моей жизни. Но я никогда к ним не обращался. Так, Маленька, это, Юрий, отшатнись, Маленька, отшатнись подальше. А то только глаза не видать, и все. Вот так вот. Ближе не приближайся. Все понятно. Слышно как? Да, слышно хорошо, все. Главное, Маленька, все время отстраняйтесь. Вот. Видишь, как я вот сижу, попадаю. Давай. Вот. И действительно происходит какая-то совершенно удивительная вещь, что вроде это такой монументальный труд, 12 томов, но как-то получается, что воспринимать их нужно как-то иначе. Я еще несколько лет назад услышал Андрея Кураева. Он сказал так. У меня, говорит, большое сомнение, что больше принесли жители Дмитрия Ростовского русскому православию. Вреда или польза? Он говорит, я полагаю, что вреда. Я еще так подумал, интересно, говорю, а ну он это не пояснил. А вот теперь в вашем цикле я вижу, что это действительно, ну, наверное, так и есть. И, соответственно, вопрос у меня. Так как же православному человеку относиться к житиям? То есть так, как вот, например, в главе 23 Матфея, когда Христос говорит о фарисеях, что говорит тому, что они учат, поступайте, поступайте, но сами, то есть исполняйте, но сами так не поступайте, как поступают фарисеи. То есть смысл в следующем. Все то, что согласуется со Словом Божиим, с Библией, мы должны это брать за пример, там, свидетельство исповедания Христа. Но вот те самые истязания, там, учения, это, естественно, никак мы не можем принимать. Так ли? Видите, есть два слова. У Серахова они очень ясно выделены. Все напротив. Есть жизнь, напротив смерть. Есть вода, есть огонь. Есть благословение, есть проклятие. Есть молчание, есть слово. То есть он все разделяет на двое. Так вот, монашество совсем немножко оно сделало. Только Христос сказал, иди, а они сказали, сиди. Вот в этом вся суть. А дальше начался что? Жить для кого-то или жить для эгоизма, для своего. Это в высочайшей степени проявление эго. А почему? А потому что они решили идти своим путем неоднократно. Я там цитирую это местное послание к римлянам. Не доверившись Божьей праведности, они постарались свою праведность поставить. А это Богу противно. Иначе Сын Божий бы не сошел. Они этот подвиг, труды, все называют как. А это никакие не труды, это самоуничтожение. Вот это тело, которое есть, ну как угодно его называть люди могут. По Божьему это храм. А храм это уже понятно. Храм это украшение, это спасение от непогоды и прочее. Если душе негде будет, ну голову отрубили. Это хорошо говорится у Виктора и Гуго. Там это в Отверженных говорится. И даже в 93-й год, у нас такая называется книга, 93-й год. Когда люди на земле не могут поправиться с преступником и вносят высший приговор. То есть мы в высшей инстанции судили и не помогают. Он по-прежнему такой остается. Мы отсылаем на суд Божий. А на суд не отошлешь, потому что тело привязано к земле. Поэтому мы голову отрубаем, душа вылетает, пошла на суд Божий. Это не смерть, а мы его отсылаем к Богу. А по-другому нельзя, пока не освободим его от тела. Мы его освобождаем гильотиной, и он туда пошел. Вот монашество зашло в эту степень. Они освободились от закона Божия. И теперь углубились сами в себя. И не к Богу пошли, а пошли вниз. Ава что скажет? Ава учитель. Ава учит только так, что надо подвязаться, самоуничтожаться, смиряться. И всю жизнь смиряться, ничего нет. Вот я, это было еще до ареста, у меня были пленки, назывались «От тьмы к свету». Вот все это как-то промыслительно убого. И все, что было до революционной литературы, «Паломник», другие журналы, из Гоголя, из Толстого, я выбирал все, что полезно для христиан. И насчитывал, и давал. Ну, у людей-то нет, ни книг, ничего нет. А я доходил, потому что в Краевой библиотеке я имел доступ ко всем даже тайным местам, к архивам. Хорошие отношения были-то. И вот там как раз говорится об одном. Маленький такой как бы рассказик, называется «Просветители». Оно у меня есть, видимо, стоит на сайте, там где «От тьмы к свету». Муж женой, он священник. И он заботится, чтобы люди знали Христа. Ну как, служба кончилась. Они вышли во двор, покурили, в сторожку зашли мужики. Ну, дела там про коров, про пасть бу разговаривает, и ушли. И он начал учить их, приглашать, по домам ходить-то. А он тот простой священник, который застоятель Ферапонт. Старые закваски-то. Ему очень не нравится это. Вот выдумывает что-то, и люди спрашивают, подходят. А он отсылает их к нему, его как-то там звать Алексея или как. И матушка такая же, тоже по дворам ходит, и тоже учит девочек, и всяким рукоделиям, и сама одновременно Слово Божие учит. Ну, он на него наклепал, но архиерея еще. Он архиерея знает, Ферапонт деньги собирает, вовремя присылает. Он его послушал. И на него запрещение, и отсылает его в монастырь на послушание на один месяц. Ну, матушка, конечно, повздыхала, но целый месяц без батюшки, как. Ну, а он туда только приехал, и к настоятелю сразу подошел, служба прошла, и он говорит, а можно сказать-то? Ну, что ж нельзя-то, говори. А что ты говорить будешь-то? У нас не говорят это. А там одни монахи. Как он стал говорить, монахи сгрудились. Теперь те, которые самые сонные монахи, пробудились, а он их долбит, говорит, что надо, и к нему подходит на исповедь. К нему, там, где он есть, это одно исповедь, такая, без депетрахили. Ой-ой-ой, а мы же в себя все вникаем, да все в себя, как святые-то отцы, как говорят, да все внутрь себя, а там ничего, кроме грязи, темноты, нету, света нету. Ой-ой-ой, да как вы пролили на душу-то? А он, для него это нормально, он даже, он слышит-то, слышит, да, ну, я говорю, как-то, ну, солнце светит, так я говорю, пробовать. И вот там приехал по каким-то делам генерал, он где-то, у него поместье там, и он там побыл, и он его так тронул, это как Серафим Саровский одного тронул, у него и ордена спали, все упали, там отцепились где-то, эта колодка-то. И вот он, этот генерал-то поехал как-то, а друг у него, это архиерей-то. Ну, разговаривались, архиереи, говорит, веры в людях нет, и совсем храмы пустые, и прочее. Он говорит, не скажи, я в монастыре был, там прислали какой-то, я спросил, про него узнал все, он, говорит, наказанный был архиереем. Ну, какая проповедь-то, понимаешь, говорит, браток, он меня продрал, говорит, до конца. Я сейчас смотрю, я все неправильно делаю, это надо заботиться об этом, я вышел сам не свой. Архиерей-то, думаю, это кого же я наказал-то там, откуда он, а как звать, да Алексей, ну, это вон, из Покровского. Архиерей ни слова тогда не сказал ему, что это его вина-то, он туда загнал-то его. Загнал ему на пользу, он расширил свое поле деятельности. Вот архиерей берет с собой послушника, надели клобуки, это, надвинули, и он поехал. Поехал простым монахом, его никто не знает. Едут, не разговаривают, пришел, и там в темный уголок встал. И он архиерей-то как продрал, и он, а тот еще не знает, какой архиерей-то. Ну, зашли какие-то там бродящие монашки. Архиерей вернулся домой, надо проверить до конца. И решил поехать в то село, и там побыть. А у старосты, где старосты дома-то был, ну, хороший старосты-то, и у него там портрет архиерея был. И когда этот пришел, и стал расспрашивать, а сколько у вас священников, да вот двое, трое, он рассказывает, то ферропонт главный, а где второй, да его архиерей наказал. Архиерея, видать, неправильно сказали, как бы это не наш батюшка, вот это, а хороший наш батюшка. Ой, какие проповеди! И говорит, а сам отошел, матушка, вот этот, который приехал-то, вот чем-то напоминает мне, кого, ну, не могу никак догадаться, кого он, а он забыл, что портрет у него висит там, дома-то, на кухне-то где-то-то. И он, когда все разузнал, побыл, и тогда приехал домой. А у того месяц кончился, он вернулся, матушка довольная, и вдруг приходит на него пакет, посылка на этого, на Алексея-то. И он его повышает, протеерей ему присваивает, и форму там, все это прислал-то. Аферафон-то этого снял. А? Телефон настольный. Минутку. Христос воскрес! Слава Иисусу Христу! Да ничего не надо, Володя может сегодня собраться и уехать, вот в чем дело-то мне, горе-то мне какое. Ну, ну, чего он такой, что будешь с ним говорить-то? Орвется на... Там, видите, один задыхается и говорит, надо скорее землю копать, сажать. Володя не знаешь. Ну, вот и все, ну, надо думать. Так, ты мне вызвали, чтобы, этот, Миша, или как, и Галю-то так и не нашли, Кубайкину. Еще он есть. И эту, Нина, чтобы они принесли жесткие диски, потому что мне надо с экрана все стаскивать, а я им закачиваю, чтобы они диски принесли. Отошел, с Богом, с Богом. Ну, это старшая сестра тут, каждое утро мы с ней, быстро, это обычная дима, так, слава Иисусу Христу, во веки славы положили. Она не успевает за пять секунд включаться. И мы друг друга знаем, что мы живые, а... И вот он теперь, Ферапонта, отослал в другое место, а это здесь. И опять он, как теперь-то, теперь он, а архиерей его наградил, да какой-то там орден, ну, там все есть. И теперь он развернулся в полную мощь. Ну, он один. И матушка. И они оба, и просветители называются. Вот оно в чем дело-то. Эти люди, которые, монахи, они только внутрь смотрели, ничего кроме темноты не видели. Ну, чтобы вот это, я вот составил это, которое, это седьмой, восьмой том. Я оттуда скопировал, увеличил, Володя снимал. Но, опять скажут, он хвалится. Ну, как же не хвалиться, если Бог дал это? Моим Господом я хвалюсь. Говорит, не составите никому это. Это надо жития любить. Без любви такое дело не делается. Как это может? Это же не материнский капитал. Говорит, не за деньги дети заводятся, а от любви, как она выступала. И вот здесь, надо знать Слово Божие. И поневоле напрашивалось. У меня это давний наработанный материал. Когда я насчитывал жития святых, я ударил колокол. Один раз. Не по Евангелию. Если уже серьезно два раза. Иногда отбил три раза подряд. Это означает антиевангельское. Они, блядь, причастие на могилу ложили. То есть волхвование начиналось. Афанасий Апонский упал. Там комиссия пришла. Принимали храме там что-то. У него шесть человек было. И леса обломились. Инженера по технике безопасности не было где-то. Ну, их пятерых сразу убило. А он лежал там, кричал под кирпичами. Пока вытащили, он мертвый. Так они его сильно любили. Одежду его брали, вымачивали, выкручивали кровь и пили для исцеления. Вообще за голову сватишься. Когда кровь животных, чистых, нельзя кровь, нельзя, Бог запрещает. Даже в Новом Завете, Диане 15 глава. Ну, а почему вы считали? А из песни слова не выкинешь. Мне никто не давал указания. Я насчитываю жития, которыми воспитывалась Россия тысячи лет. Но я давал знать, это не так. И где-то около 130, что ли, раз. Это много такого. И вот теперь я это все высвечиваю. И у меня афоризм. Я его просто на память говорю. Монашество в том виде, в котором оно пришло, было, принесло зло больше, чем атеизм, марксизм, фашизм, масонство, мусульманство, вместе взятое во много раз. Почему? Они убили проповедь, распространения нет, есть только смерть. Вот что. И я это теперь сделал. Вот пускай теперь они глотают. А они будут только злобиться, но выступить, ни один не выступить. Почему? А у меня закавычено все. Цитата, цитата, цитата. Слово Божие, цитата. И при том, жития я выбираю конкретно по теме. Вот тема, это вопросы, которые мне задают. И на них им не составить. И такого материала никогда не будет. Почему? Я люблю Библию, люблю жития святых. Там много полезного. Допустим, о молитве спрашивают, а как молились святые? Я сразу привожу, 46 житий беру и отдельно выбираю одна молитва, вторая молитва. Они молились своими словами. Они видели обстановку. Молились, чтобы обратился правитель или Бог убрал его. Ну, то есть, это были живые молитвы-то. А у нас медведь наседает сзади, а мы Богородица, Дева, радуйся. У нас вообще молитву не знают. Это есть такой в виде рассказика маленького. По пустыне идет странник, ну, монах его. А в это время лев. Ну, он понял, капут. Ну, он только встал и взмолился, поднял руки, Господи, да положи ему мысли человеческие, чтобы не трогал меня. Вдруг лев, говорит, поднялся назад, задние лапы и стал считать молитву. Благодарю тебе, Господи, потому что ты мне обед послал. Ну, как молитва обеденная, это считается. И он лев встал и молится, как человек. Вот ты молился, вот тебе, пожалуйста, у него человеческие мысли, а какие? Ему обедать надо. Это надо просто, ну, видеть, одно с другим соединить. И вот я об этом не думал. Но, видишь, как мы рванули-то. Это 83 видеоролика. Прикинь, даже по полчаса, а они некоторые намного больше. Ну, это мне уже ограничили, сказали, не больше полчаса. Ну, и разделить, что будет. Так это не считать, а насчитать. Надо хоть маленько смотреть. Я там в некоторых местах даже успевал, засыпал. Два или три ролика. Я заснул, вздрогнул, из другой строчки начало. Володя говорит, пропустили. Я говорю, я пропустил. И только чуть, Володя, я пойду прогуляюсь. А вот сидит на аппаратуре, надо приближать. А я в это время на стул, мешочек, на голову, так это, материи, заснул. Ну, минут сколько? По сколько я спал-то? Ну, минут по пятнадцать. Минут по пятнадцать. И, ну, я знаю, потому что навык насчитывания у меня еще в воспоминаниях. И поэтому жития святых в оживленном виде, они даже отвечают своему назначению. Вот на меня вышел католик, и они меня ожидают в Литве сейчас нас. И он говорит, вы не правы. У университета основали монахи. Я говорю, это я считаю про Дмитрия Ростовского, про православие. У них-то там не так совсем. У них монахи, миссионеры. Северная, Южная Америка, это мусульманство. Мусульманцы, говорю, это католицизм. Почему? Они шли и посылали. У них там и на юге, и в Китае им завред. Это последняя Мария Тореза, возьми. Лауреат Нобелевской премии. Она там, у нее сотни тысяч там этих добровольцев. Почему не православные? Да потому что сидели и внутрь смотрели. Буддийский пупок рассматривали. Вот это я высветил и подал. Пожалуйста, теперь садитесь за стол и смотрите. 83 раза придете ко мне в гости. Да больше. Вот так. Благодарю, Геннадий Ильич. Знаете, у меня такой образ возник, что он очень часто вот жития воспринимает, литературу. И в общем-то у нас и вы об этом говорите часто. И я только могу сказать, да, это настолько согласуется с моим каким-то видением. И тем более, что я более в этом укрепляю. То есть это вот такая есть сказка, когда известная, когда «Голый король» называется, когда ему шили одежду. И все говорили, как вам хорошо, да, как искусство, да, как замечательно, да, вот это вот и есть самое модное платье. А тут мальчик говорит, да, король-то голый. Вот вы подобно вот этому мальчику вы говорите, да, ведь это-то не христианство, да, ведь это-то не православие. И все так, а как так? Так мы же деньги заплатили, там, как вот сказка. Да, мы ведь не наняли лучших этих, и король-то полгода, да, король-то голый. Вот, мы идем-то по совершенно, получается, заблудшему пути. Это хорошее место, вы сказали. Там Андерсена как раз говорили, что они заранее сказали, обворовывали, и говорили, одежду не увидит только дурак, и тот, кто не соответствует своей должности. Министры побоялись, как его уберут. И только один из деревни, который знать еще не знал, да, король-то голый. Я-то такой, который ничего не знает. Поэтому, то есть, их этикета-то для меня не существует. Я ей говорю, там нет ничего. Нету. Главное, Христос уже уходит и говорит, идите по всему миру, идите. Идите, значит, ну, тогда бы не было у нас сейчас Татарстана, не было бы Узбекистана, были бы все православные здесь. Все прошляпили. Андрей Кураев правильно и говорит. За шесть столетий ни одного Кирилла Мефодия не нашли, чтобы послать туда. Вот и все. И поэтому, говорит, нас ожидает московский халифат, а не московский патриархат. А то он уж хватил, Андрей, пятьдесят лет. Оно совсем рядом уже. Но, я как могу, так сказал, сделал. Может, можно было лучше. А так как никого претендентов нет, я всегда буду впереди. И говорит, первый парень на деревне, а в деревне дома один. А вот знаете, вот вы сказали про мутульмансы, и тоже у меня как бы в продолжение вот такой вопрос. Я потому что неоднократно слышал, что, ну вот, слово ортодоксия, да, что оно правильно, там мы говорим, это православие, но на самом деле это не совсем точно. И я, в частности, слышал и вот епископа, что вот у нас мутульманию украли это правильное слово, ведь правильный перевод правоверный, докса, парадокс, докса это вера, это мнение, а не слабо. А получается-то, что вот действительно славим-то Богу, мы действительно знатны, у нас пышно и красиво в Турке, но правильно ли мы веруем? Вот это, конечно, большой вопрос. Я был, у меня тут маленький, как бы, ролик записанный, мы были в Каннске, это же недалеко от вас, и вот там Сидоренко Анна, она помогает, поет там на клиросе, ну там ведет, считает. Она приезжала года три с детьми сюда к нам. Вот Яша плащет, это ее сын. Ой, говорит, мусульмане, тут сколько много, они тут где-то в Доме культуры собирались, там человек 500, мужиков, все, и вот здесь приходили тоже и зашли к нам в храм, да в шапках, вот. Я говорю, так и в чем они пришли в храм-то? Они пришли к себе в мечеть, они уже понимают, что вас тут нету, а вы вверху-то поставили, полумесяц стоит, а крест-то они легко стоят, одни-одни мурах, толкнули, креста нету, уже готовые мечеть стоят-то. Ну, шапку-то снять вы им сказать, можно, а остальное-то, они имеют право зайти, но он зашел, как у него, в этой камеловке-то он заходит, ну, не знает, допустим, а они будут здесь, нельзя этого не быть, этого никак нельзя, потому как пришло время, хотели чего, то и получили. Я как-то тут говорил о тем, до которой мусульмане, вот даже, ну, расположены, ну, вы считаете, как ваххабиты-то другие вот эти вот там неправильно делают? Да, конечно, нет, у нас такие хорошие отношения с православными, мы мирно живем. Я говорю, да кто прав? Вот вы на кафедру вы сходите, выходите, и у каждого никакой книги не давать, кроме Корана. И кто будет прав-то? По Корану они правы, они, резать голову, в рабы порабощать, отнимать и прости. Он прорубает мечом, это Моисей и Мухаммад, больше никого не было таких. У него так написано, а вы книгу эту регистрируете, здесь, в отделе юстиции зарегистрировано, это более экстремистской книги, это на земле сегодня нет, это Майнкап к тому не призывал. Это то же, что Ветхий Завет. Семь народностей уничтожить, заходите, мы прославляем Бога, только потому, что я верующий, который посторонний, то он читает Библию, да у вас Бог кровожадный, да требует беременных разрубать пополам, да никого в живых не оставлять, да... Ну, правильно, правильно, но вера подсказывает, этот народ изжил себя, и Бог его отдал под молотилки, но вначале шершней посылает. Так что у нас еще нашествие шершней должно быть, а потом Бог нас впихнет в отвал. Вот еще вопрос, знаете, Игорь Ильич, я недавно послал, что у вас попробовать, очень понравилось. Вы говорите об отпадении. О чем? Об отпадении, от падении. От падении. Об отпадении от веры? Да, вот, там пробовать большая, об отпадении от закона, это евреи, когда они, как бы, так привязались к храму, к ожиданию ничьей, соответственно, Господа они не узнали. Вот, и там хорошая мысль, и меня она как-то так вот, в общем-то, пронзила, говорите о благодати. Действительно, благодать это не где-то, не что-то, потому что благодать это, Бог. Да, это дар Божий. Да, да. Вот. И в этом смысле, вот действительно, мы повторяем, вот наше православие, то же самое, что повторяли в свое время иудеи. Мы тоже укладываемся, это не за Бога, а мы укладываемся за, там, ну, понятно, что литургия нужна, понятно, что там какие-то там заполомничали, замочи и так далее. Мы забываем, главная проповедь. И вот в этом смысле, там, мы действительно лишаемся дара Бога. Не то, что без благодатности, вот, в таком, в традиционном понимании, а в том, что мы сами идем не по тому пути, который нам заповедовал Христос, идти и проповеду. потому что на место Христа себя поставили. Да. Вот в этом есть. И затеяли, что мы новый Израиль. Израиль, значит, смотрите, чем закончилось. Вы сами себя приговорили к этому. С нас спрос больше будет, потому что мы получили больше под благодатью. Благодать даром. И план Божий спасения такой с неба сошел Сын Божий. Мы получили благодать на благодать. Это Иван Гристиан говорит. Закон дан через Моисея. Это тоже была благодать. А мы получили даром. И тебе надо поверить. Верующий в Сына Божий, верующий, не исполняющий даже. Потому что ты только уверовал сегодня. Когда исполнять-то? Имеешь жизнь вечную. И все. Монахи на это не пошли. Нет. Только своими трудами. И вот он 70 лет по пустыне ходит, он прячется, придумывает такие муки. Даже не выскажешь. Это ни в одной пытащей камере такого не придумаешь. Вот возьми Даниил, столбник, убрал крышу. Снег трое суток не могут к нему туда залезть. И приходит он льдом весь покрытый сосулька. Они кое-как его водой теплой отмочили. Ой, братья, мне так хорошо, тепло было. Это ой, восхищается. Ой, герой веры. Это противники. Притом противники сознательные. И везде. Они изучали Писание. А он с детства знает Писание. Как можно знать, когда это основное, которое, такое выражение говорит, как красная нить, это буквально прожектором все показывает, даром. А, дармовое спасение, это только у сектантов. Ну, первый сектант это Христос. Она, это наставила у Бога Югова. Это Божий план. И поэтому наши рассуждения самые лучшие это противление, это волшебство. Что плохого сделал Саул, когда решил животных принести в жертву Богу, самых хороших. И пророк Самуил говорит, и Бог отверг тебя. Непокорство такой же грех, как волшебство. Вот и все. Бог сказал, тебе не надо думать. Бог все заранее обдумал. Да, Кот. Вот еще, Игорь Тихонович, как раз-таки по поводу этих слов благодать на благодать. То есть подразумевается благодать первая имеется в закон Моисея, вторая это благая вещь Христа. Да. Именно так. Это мы получили. Но Сирахов дважды говорит, жена смиренная, кроткая, это благодать на благодать. Интересно так. Сравнивает одно с другим. Но когда знаешь, что жена прообразует церковь, как церковь Христу жена мужу, тогда все становится понятным. Это полное послушание и муж-глава. Вот вчера на меня один вышел, я выставил ролик, вот там Тимофей называется он. И он первый вопрос задал именно роль мужа какая. Ну, роль мужа самая первая не быть подкаблучником. Слово твое должно быть закон. Ты ее должен довести до райских обителей, куда сам идешь. Вот это тебе закон. Это ясно, что дети, семья, все на тебя. Ты подчиняешься не ей. Мужу глава Христос, а жене глава муж. И она должна это усвоить. И ты сохрани это, а она не слушается. От сикии от плоти, Серахов говорит, это проще всего сказать не слушается. Тебя ее не давали, ты же не в Кампучии был. Где там они свет тушили, открыли, кто с кем рядом был, перемешали, кто рядом рукой достаешь, это твоя жена. Ему 18 лет, ей 53. Так было. Закон государственный. В темноте загоняют их, а потом включают свет и показывают, кто с кем. У тебя-то не так, ты смотрел, она тебе нравилась, провожал, обнимал, целовал. Веди ее дальше. А это и бык обнюхивает свою корову. А, вот, лично так. Еще, знаете, вопрос такой интересный. Возникло рассуждение с братом на Всевночной. Ну, как известно, цыгане, ведь, наверное, они тоже православные, но на самом деле, да, это самое, что ни на есть вообще, кто-то, язычество, шамансы. И они появляются в храме там несколько раз в году. Там на Пасху святят свои огромные куличи, там яйца, ну, либо там разрешится отклятся, это цыганки, да, вот приходят в храме. И вот такое интересное вот какое-то мнение возникло. У них же тоже есть какое-то свое переживание православия, которое абсолютно не христианское. Но как-то они вот находят христианство место для себя, как-то они его перетолковывают. Так вот мы с братом с теми, так может и у нас также, вот у наших православных мы тоже нашли какую-то нишу и переживаем вот христианство тоже как-то по-своему, но не так, как заповедовал Христово. Пятая глава Деяния апостола в 43 говорится, из посторонних никто не смел пристать. Это от нас зависит, у нас цыган нету. Рядом стоять, милости не просить, никто не будет просить. А вот это все по-апостольски. Почему? Над этим надо работать. Если она нуждается, значит, рассмотрим и поможем. А нет, устроиться на работу, помочь найти работу, где жить. Как так? Мы сидим в тепле, а человек стоит на улице, протягивает руку. Кроме того, церковь установила порядок. Им дается мирная грамота от епископа. Разрешается просить, но тогда социальной помощи не было, ни пенсии, ничего. Это объяснимо было. А сегодня дается пенсия. Постарайся в нее войти. Ты только живешь этим. Живи и находи какой-то прибыток со стороны, подрабатывай. у нас, я говорю, отец, вот так вот руки не было, вот, и 10 ребятишек-то. Прикинь на себя, у тебя 10. Их надо кормить, учить в другой деревне с 4-го класса. И ни один нигде не просил. И отец приучал, подай, сынок, подай, сэкономно подай. Найди, кто нуждается по-настоящему. Мы так приучены. А поэтому цыгане, там в журнале Огонек большая статья была, одна писала, говорит, я с детства думала, что это черти из пересподней вырвались. Я не знал, что это люди. Вот смотря на них, как поступают, я так и думал, это просто черти, демоны, и все. Они могут только воровать, ворожить, рожать, больше ничего нет. И они находят, почему? Сродство. В евангельском духе, где они не будут там. Вот я захожу в городе Пензи, был одно время, жил, и они в ЦУМе подходят, одна подходит, другая, а я стою, и они вокруг меня, я даже какой-то там тройку дал, они тут все облепили. Еще до армии было. Я дальше начинаю им свидетельствовать. Что ждет их за это дело? Где они будут? На них нашел страх такой. Так там большие колонны. И когда я прихожу в ЦУМ, я редко был, а она одна увидит, и там другой крикнет, так они бегут и за колонной прячутся. За колонной. Вот какое дело. Это надо, ну, просто молиться об этом. Да, я верующих ни одного цыгана не видал. Мне показывали, говорили, вот там какая-то секта, и даже не знаю название ее. Ну, у нас хорошие. А кто он? А он на барабане играет. Ну, это я поверил. У них духовой оркестр, он на барабане играет. А она, а она в ресторане работает, она так хорошо готовит. Это тоже поверил. А что он верующий, смиряет себя, и не знаю, ну, не удостоился. Не было. Где были, считали верующими, я с ними подходил, они те же самые, так и остаются. Петь. Петь они будут. Вот там в Румынии показывают, цыгане там, они поют хорошие ролики, я их перетащил. Ну, прекрасно. Но в жизни я их не видал. Вот у нас были в деревне, тогда Хрущев дал указания, их всех приспособит. Ну, еще их, власть там, этапировали, и к нам в деревню тоже прислали. Человек там, допустим, 15. Они, у них, цыганское все осталось. И послали его пасти. Он пасет, со мной, допустим, или с братом. И только выгнали, он сразу на коне смотался. И он, его нигде нету. Я один пасу. Но вот обед, и где у нас стоило, около озера, коровы уже легли, и в это время на машине там везут доярок доить коров. Вот. И в это время он на коне. Ну, тут он горцует, коня на дэвы поставит. И он все. Явился, откуда он явился, неизвестно. Где был, не знаю. Где-то что-то воровал. Ну, а что больше делать-то? Ой, батенька, я как поехал через лог, а там такой змей семиглавый, как выскочил, да огнем, да так меня опалил. Я, ой, и он не переслушает, что есть. Как в суде-то говорит, судья его судит. Ну, а другой-то, там кто защитник, говорит, ну, учитывайте, это дети природы. Ну, они, у них как-то этого нет, разделение частное, общественное, собственность, тем более поют все вокруг народное, все вокруг мое. О, есть что послушать, говорит сыган-то. А это что попало, собирает судья, судить надо. Я не брал этого коня. Я шел, одна кочка перескочила, другая, а третья кочка поднялась, я усыпился, оказался конь за гривой. Ну, спасибо, вот милиционер задержал, а то бы так и погиб. Он сыган. Вот стоят, говорит, двое судят, а то как, уж в виде анекдота. И, говорят, ну и жмут. Милиционер услышал, кто жмет? Да сапоги жмут. Да ты же босиком. Ну, потому и не надел. В колхозе-то брат-то мой-то говорит. Мне дали три года, я отсидел, а брат попал бессрочно где-то, в колхоз его загнали. Они на это знают. У нее платье, как у батюшки рукава. Так у нее место, она начнет, у нее там три килограмма масла достало, тут три килограмма мяса, и она стоит пузырем, как я в лагере. У меня с собой просвор и все было, а подходит начальник, а уже знали это, ты, понимаешь, как пузырь у нас стоишь. Я говорю, ну, нельзя ничего оставить, все воруют, а у меня просвор с собой были, никто не трогал. Но я встаю, карманы-то отдуются. Спасибо. Вот так. Вот мы ехали через Румынию, там много цыган, маленько поговорили, нас заранее предупреждали, смотрите, будьте бдительны. Ну и там ребятишки маленькие, а у меня собака-то какая-то, предупредил, они сразу где-то остановились, деньги за то, что остановились. Так, ребята, отойдите отсюда. Я собаку-то как только двинул, как они в рассыпную, никого нету. Взрослые облепили тоже, мужики в Румынии-то, а он оттуда как голос дал, они сразу отшатнулись. Все, под ружье. У меня был бы автомат, они не боялись. А поэтому, берем с собой собаку. Вчера, у меня два дня тут ураган был, Сережа Пупков ездил по Теряевку, его сюда привез. Ну, я тут был с ним, погуляли. Ну, вот за это время, что мы и делали. Так, понял. Значит, еще у меня тут три вопросика. Первый касается выражения из Псалма 114-го, царя Давида, выражение, звучит как мех в дыму. Я начал смотреть в интернете совершенно какие-то неудобоваримые... Подожди, сейчас не понял, какое слово? Как мех в дыму. А, как мех в дыму, ну-ну-ну-ну. В Салме 114-го, потому что в интернете про какой-то мороз, мех в морозе, такое ощущение, на откуда царь добиться на морозе. С ошибки-то неудобоваримые просто толкования. Вот, Игнатий, и мы хотим узнать. Я, видишь как, я беру по жизни. И когда меня спрашивают, а где вы такое толкование у Зигабена, там где-то... Я после нахожу, оно так и объясняется. Я натурально подхожу, я там нахожусь, и что бы я сделал? Вот он по горам скитается, его изгнали. Но он питается-то, питается. Маленький костерок где-то в пещере все равно разводит-то. Но когда мы ездим на рыбалку, через день приезжаем, приходится отмываться. Пропитанное дымом, нам это приятно. Но если за дня в день, это цыганский табор. И он говорит, господи, я почерневший от дыма, как мех в дыму. Но кто мех? Какой мех? Мех это саудранная шкура, тут завязывали где ноги у него, и наливали туда, выделывали ее, сосудов-то никаких, других-то не было. Бараны или козел из чистого они делали. И оно пропитало все в дыму, и я как мех в дыму стал, очень похоже. Другой мех, это которым раздувают, оно в виде гармошки в кузнице. Ну там все, чернота, ну грязный, как кузнец. И он сравнивает себя, а с чем? Перевозчики нашли это слово. Нам нужно понять, что слово мех имеет два значения. Вот я говорю, а что такое коса? Коса? Ну косит. А еще? О котором моряк говорит, коса это мелкое место, где оно маленько там загибает, это коса. А женщина говорит, а у меня коса. Да какая все-таки коса? По смыслу. Я когда английским языком занимался, есть слово кос, тоже не коса, а кос. У него я сейчас не запомню, но где-то больше 30 значений. Это курс у студента. Дальше хвосты, не сданный экзамен. Первая звездочка у военно-морского офицера. Ну, какое отношение? Ну, где разговаривает, там и есть, говорит. И там пустил пар. Какой пар? А слово пар-то сколько имеет? Пара. Пары. Пары пашут, когда поднимают. Пары. Который пар поднимается. Поэтому, ну, и так о мехе, так и рассуждаем. Было тяжело. Я никому не нужен был. И почти потерял человеческий образ. Как мех в дыму. А когда говорят в дыму, это два варианта. Или в пещере, где-то он сидел, или в кузнице. Понятно. Благодарю. Слава. Здравствуйте. Вот еще такой вопрос. В одном из таких недавних роликов я услышал и где-то вот для себя открытие сделал, потому что, опять же, очень много. Я слышал подобрений, скажем, обычно, ну, как объясняется, там, троица, через троица человеческой природы, там, и так далее. И вот, в итоге в вашем ролике я услышал, что действительно есть. Что-то прерывает так. Так, подожди. Сильно прерывист, так говорит, для меня неясно. Что? Давайте я еще раз, может, скажу. Говори так, слово от слова отделяй, не спеши, потому что интернет слаб, он просто прерывает. Еще раз, повтори. Хорошо. В одном из роликов вы действительно показали какую-то очевидную вещь, что человек не тройственен, а дуалистичен. Да. Понял. То есть плоть, есть душа, а дух вы вот так интересно сравнили с настроением. Ну вот, да, там в Писании говорится, дух бодр, плоть немощно. Вот. То есть вот дух большой буквы, дух святой, и дух вот то, что присуще человеку как некая вот такая эмоциональная, значит, получается, да, составляет. Два значения. А слово душа имеет просто, сейчас я не могу сказать 16 или 18 значений в Библии. И душа его прилипилась к Дине у Емора, сына Сихемова. Как душа? Что она, пластилиновая приклеилась? Это означает, он полюбил ее без отдачи. Душа. И теперь с Авраамом было 75 душ. Почему? Потому что человек состоит из тела и души, и когда говорят семья у него из пяти душ, это означает, мы отдаем предпочтение в названии большей части того, что в человеке высшее. У человека есть душа, которая иногда называется духом. Но дважды в Библии в одном месте, в одном стихе говорится у человека тело, плоть, душа и дух. Вот здесь определенно уже разделяется. Душа это то, что выходит из тела и идет к Богу. Вот Ифтих упал из окна, апостол Павел пал на него и сказал, не беспокойтесь, душа его в нем. Душа в нем. Иногда душой называется просто кровь. Кровь. Душа в крови. Кровь вышла, и человек умер. Это также касается скотины, хотя души отдельно существующие у животного, где нету. Это надо все время смотреть, что по контексту. вот когда Самсон захотел пить и душа в нем возмутилась. Это жажда питья называется душой. Душа возгорелась в нем. Ну, надо просто смотреть где-то. Но это одно и то же. Дух и душа. Потому что я увидел, говорит, души праведников, пятая глава откровения, поджерки. Души, которые разговаривают, вопиют и говорят, доколе владыка святой истины, не мстишь за кровь нашу. С этим согласны. А когда считаем к евреям 12 глава, и он говорит о том, что приступили к духам праведников, достигших совершенства. Не к душам, а к духам. Но это одно и то же. И поэтому, когда в одном месте говорится, дух это настроение души, в каком оно в духовном состоянии, в высоком или низком. Унылый дух сушит кости. Унылый дух. То есть это настроение, человек зациклился в беде, потерял ее. Ну, мы так устроены, что привязываемся к земному. Я зиму тут кормил собачек, и вот в первый день на Пасху бежущая, та самая, которая больше всего ее любил, собака, она беспризорная, но хорошая, прям он подходит, ласкается. А я его ударила машина. И в первый день Пасхи нам пришлось Володя тащить, его в бак складывать. Ну, я к нему привык. Он первый бежал, первый ласкается, он как бы, он ничей. Ну, собака беспризорная, а уже душа привязалась. Вот она у меня, голубка, сидит, она бы, ну, наволит, она погибла, и все, это она, престарела это. А он теперь к ней, ее муж, я открываю дверь, он заходит пешком, тут летает, и каждый день я его провожу домой, иногда оставляю ночевать. И мне ее тоже жалко. Вот, я ни к чему не привязан, человек говорит. Я не знаю, как не привязан. Я привязан ко всему. У меня нити, канаты целые идут, но они легко обрываются. Я ко всему привязан, к месту, к книгам, к друзьям, к сообщениям, к каким-то, я каждый день заложу, заряжаю в Яндекс Украина, что они там. Как? Мне не нравится, говорят, они приняли закон или принимают. От 16 до 60 лет мужчина не запускается в Украину. Если это так, то может коснуться нас. Но мы не в Украину едем, нам просто проехать надо. Нам проехать. У нас документы, все говорит, что мы никак не останавливаемся здесь. Они имеют в виду, которые гости приезжают, я думаю, что-то, но все равно, иначе тогда они обрезают. Вообще пути туда нету. Надо обижать целую республику. Думаю, что-то здесь без оговорок, а надо пояснение. Вот так. Благодарю. Хорошо, учетим два вопроса. Первый касательно откровения. Образ посреди неба ангела, который несет вечный Евангелие. Вечный Евангелие. Да, вечный Евангелие. То есть, вот, не Библию, а вечный Евангелие. Вот как это понимать? Ну как? В общем, даже тут понятно, потому что Господь будет судить нас по Евангелию, не по Ветхому Завету. Ветхий Завет предисловие. Оно нам необходимо, когда мы живем на земле. Вечности он нам не потребуется. Вечности будет даже не послание Павла Ильичева, Евангелие. И поэтому словом Евангелие вообще обозначается вся благая весть, которая была уже в прообразах и в Ветхом Завете. Как прекрасны ноги благовестующих мир. И когда говорится о нем с Евангелия, это даром Бог дарует спасение. Под ангелом теперь мы можем понимать просто ангел-вестник, переводится вестник. Это эфир, это интернет, это все, что идет и проповедуется для уверования. Как раз дух, душа и тело, воина Яценески, Лука там много написал. Он совсем не знал. Не надо этими авторитетами себя связывать. Но он сказал, и сказал, и что теперь. А его канонизировали. А за что его канонизировали? Это был Сергеянец до мозга костей. Это о нем выпустили книгу. Ну а вы его, да не молюсь я ему, но я знаю, это хороший был, прекрасный хирург, просто несравненный. Он лауреат Сталинской премии. Но он во всем шел на поводу у этой власти. Тогда власть подряд брала. И не надо говорить, он что-то делал выдающееся по религиозам. Ничего нету. Просто сын дворянина. Его брали, сажали, расстреливали. Мне прислали фотографию. Вы знаете кто? Я не знаю. А это у Бандеры был министр вооружения. У Бандеры. А это его сын. Ему не было 16 лет, его в ГУЛАГ. 10 лет. Он не из того семени произошел. Он только вернулся, 10 лет отбухал, говорится. Вернулся, проходит, месяц-два его арестовали, его снова на 10 лет. И третий раз на 10 лет. 30 лет. Ни за что совершенно. Он полуслепой, стоит там. Одна тоже она лет 15 отбыла рядом с ним фотографии. Там смотреть без слез нельзя. Ну, Бог знает. Вот это вот Бандеровцы, а их называют, я ничего этого не видел. Украину в прошлом году вдоль и поперек прошли. Там нас принимали, как и в России не принимали. Вот так. У меня свой взгляд на это. Я украинский народ никак не могу отделить от русска. А что их язык? Мне кажется, это люди не научились разговаривать или придуряются. Жириновский прямо говорит. Этот язык, они все время только под Польшей, где наполовину из польских слов-то. Русские они здесь. Ну, когда просто людям не говоришь, что тебе, а шо, как эти, в Одессе. И вот они эти слова так и говорят. Откида, ниоткуда там. Я бы его народ язык даже изучать не стал. Это никакой и как бы не самостоятельный язык. Ну, другое дело, там, венгерский, немецкий, французский. Даже между с ними есть сходство, но это язык отдельно. А это язык как будто искаженный. Искаженный не умышленно, а то, что они были где-то в плену. Вот так. такой еще один вопрос. Я не знаю, из раздела, может, скажем так, лапки надъедения, что ли. Не знаю, как назвать. Вот вы 23 года уверовали, в сегодняшнем современном состоянии. Так, подожди. еще. Он говорит, 23 года вы уверовали в сегодняшнем состоянии. Да. Вот, видишь, как, они сразу прерывают маленько, и для меня это трудновато. Ну, ладно, прости. Ну, и что? Вот, скажем так, вот когда вот уже были, вот, ну, как сказать, ну, ладно, по-другому задам вопрос. Вот было ли когда-то такое, что вот вы считали, что, допустим, там, писание понимали, допустим, на определенном этапе так, а вдруг в определенный момент вы поняли, что где-то в каких-то местах, ну, вы понимали иначе, либо заблуждались, либо вот такого, как бы, вот с момента уверования и не было у вас. Да. Я понял, мне мой вопрос это задавали, мне трудно ответить. Для людей это вообще непонятно. Человек живет, развивается, у меня этого не было. Ну, да, да. Я вот встал, с колен помолился, и мне Бог сразу дал, вложил, как будто сверху, я же ничего не знал, Библию в глаза не видал. Углубление в вопросе. Вот почему это падение совершилось, как Россия вся отступила, что она не святая Русь, никогда не была, это я понял. И я это увидел сразу, то, что народ стоит, не понимает церковно-славянский язык. Но когда с годами дальше шло, это единственный вопрос, с которым у меня шло продвижение. Я видел, это главный народ не понимает. Уссектантов понимают на русском языке. Теперь я стал думать, а кто это держит? Это богослужение. Это на нем все зациклилось. А если бы по-русски было на богослужении, многое можно было понять. Я понял, что язык в таком виде, как и церковно-славянский, его не упускает, держит богослужение. Проходят годы, я дальше все размышлял, смотрелся, а сам хожу, молюсь, молитвы, зовущие на славянском языке. Ну, кто же мог этого не видеть? И, наконец, я понимаю, это все исходило из пустыни монахи. Я-то, что отвечаю, это не на пустой месте. То есть, церковно-славянский язык, я вот теперь расшифровываю, кто на нем блокировал народ развития человека. Это богослужение. Главная вина это богослужение. Но его-то создали монахи, они в него вцепились, и все, что говорится о Слове Божьем, не добавь, не убавь, они это перекинули на богослужение. Они богослужение поставили, ну, это и треба, и каноны, акафисты, они его поставили на место Слова Божьего. Вот теперь все стало на место. А чтобы толковать какое-то место, а потом понимать не так, у меня не было, просто я, я не могу понять, вот священник, я это не понимал, а с этого дня я там понимаю, я не хотел, я говорил, всех учил, я не учил никогда неправильное. Почему? От великой любви к Слову Божию. Это, ну, я уж не кого-то ссылать от отца Геннадия Фаста, который говорит о моей любви к Библии. Для меня Библия, все, что у меня было, она отсекла мгновенно и сразу, в один день, в один час. И это 51 год я прошел, как будто бы я только вчера убировал. Где бы что ни говорили, ни делали, события мировые, домашние, все во свете Библии. И во свете Библии вот это выражение открытым оком, вот эти четыре слова, они больше нигде. Вы заряжайте сейчас видеоканал открытым оком и никуда не попадешь, только к нам. Во свете Библии только к нам. И, конечно, я эти слова когда-то не говорил, но я против-то и не был, просто радио было от меня отдалено, я тогда еще не выступал ни по телевидению, ни в интернете, но смысл был, то есть я все рассматривал во свете Библии. сектантов, всех их слова, и поэтому хорошее я брал везде, у адвентистов, у яговистов, кто бы они ни были, католики, у меня журналы всех направлений были, притом брал от самого начала возникновения их. Я разговариваю с ними, они меня признавали за свое, вы знаете, это много наших, как вы были им, не было ни одного дня, но я искал хорошее, я их конспектировал. Но если показывает в рост метр две большие кучи, Наваленное, в краевом суде сожгли, у меня изъяли, значит, что-то там было, это все рукописи, рукописи не горят. Придумал этот Булгаков. Они горят, очень жарко, а они не горят, когда в тебе ты это притворяешь в жизнь, и тогда это не горят. Не горят в том смысле, что все это перед Богом, и Бог воздаст за это. За каждую букву, которую они сожгли. А не в буквальном смысле. Я просил у Бога этого, и Бог мне это дал. И поэтому, я когда говорю, не верят. Ну хорошо, я показываю вот стихи, их стихами-то назвать нельзя, но они поются. И когда я считаю поэтам, они рот разевают. Но я этим не превозношусь, ничего, ну, ни худа, ни мало, 3467, ну маленько-то, прикинь, что это такое. И ни одного, и все черновики у меня стали сохранять, и вон они лежат пачками, и ни одной помарки нигде нет. У Пушкин пишет, у него писать негде, он там десятки раз переправляет слово. Я не искал слова, они сами ложились на это. Да это не может быть. Ну вон у меня черновики лежат, карандашом написанное. 3000 я тебе покажу листов. 3000. А так как пишу с одной стороны, ты можешь представить, когда пронуют пачки по 500 листов, это 6 пачек. 3467, это означает не 6, а 7 пачек полных, я исписал рукой. И все это между делом. Да это не может быть. Не может быть, да. Но вот однако есть. Бывают исключения, где-то не срабатывает. Вот. Что я могу сказать? У меня мысль есть. Вот вы если сейчас зайдете на наш форум, с самого начала, по порядку, вход, и там Сергей этот, Козлоп, он это поставил, что я желаю издать свои книги. У меня они полностью сверстанные, с фотографиями. 4 книги стихов, по 800 страниц. Да, я это. Видел? И 160 будет в каждом, так, да, по 160 листов в полный лист фотографий. И ламинированное, и что? Ну, мне их не издать. Это миллион 300 тысяч нужно. А нынче, может, и больше. Но они у меня стоят, ждут. И может, найдется человек, для которого это совсем ничего не стоит. А, и при том, у каждого эпиграфа и Слово Божие. И каждая страница, 42 строчки, от верху до низу заполненные. Все до одной. 3400. Ну, нет таких стихов. И чтобы напротив каждой строчки было указание, из какого места Библии взята мысль. Нет, их просто не было, нету. Ну, может, кто-то и сделает когда-то, но у него не будет двойной, называется, экстраполяция событий, во временной форме переносит на себя. Но они есть. У меня неграмоты такой нет, ничего нет. Я просто имею и пишу. Ну, да и Бог. Я не пишу, я отстал уже. Года три я ни одной строчки не пишу. Я умышленно отошел. Не проповеду в храме, проповеду в храме, только в поездках. Здесь никогда не говорю. И меня никто не отлучал, ничего. Я умею вовремя остановиться. Я понимаю, когда ложку положить, чтобы живот не болел. Понятно. Проповеду замечательно. Я уже некоторые по три раза, по четыре посуду какие-то прочитываю. И я вот у Сергея Купкова мне там объяснил, как можно скачивать с другого места, где у него форматик, в другом. Вот я сейчас скачиваю. Не знаю, я настолько привязался и настолько они отличаются от всех других проповедей. Тут у нас был епископ. Ну, он-то в алтаре, а я-то в храме. Я говорил, проповеде об Ефоде, там можно найти где. Проповедь Ефод. Он говорит, все против меня, говорит, Игнатий. Да нет, я говорю за, чтобы мы были другими. А слово имеет силы. И архиерея там угрожал батюшку запретить меня отлучить за то, что мы ратовали за русский язык. Моя статья вышла, которая к истинному православию, там написано о слове. А потом сам начал переводить на русский язык. А там писатель, он, Георгиев Черкасский. Он пишет о вождях белого движения, там все, он был здесь. Вот. Ну, так интересно. Он писатель. Он столько там пишет. Я спрашиваю, а где вы это берете? Откуда вы это узнали? Да не откуда. Ну, откуда вы знали, что Ант Кроштадский там залазил на дерево, пишет и прямая речь. Ну, я же писатель. Писатель. У меня были такие вот, обо мне передачи ставили, из телевидения, тут сюда приходили. Ну, накрутки такие делают. Я себя видел в латах, на коне, булатным, и чем-то. Да не было этого. Я себя не видел никогда этим. Я видел себя, что я проповедую всегда. Я просыпался, даже рука вот так показываю местописание, лежу на спине, и руки так в палец показывают на местописание. Рука так и стоит, проснулся, она кверху поднята. Это я видел. И все время вижу своего ректора, университета, очень расположенного. И я старался в двух-трех местах одновременно проповедовать. Это во мне есть, внутри. Бог дал мне этот дар. Я его не закопал, и поэтому с монахами я разговариваю на уровне, что надо выйти. Иначе вы будете ответственны за зарытый талант. Он не ваш, вам не принадлежит, вы обязаны пойти. Вот. Вот у меня что есть, дает, какие Господь давал там, таланты, как угодно назови. Я доводил его до совершенства в моем понимании, по моим силам. Я оставлял его, я отдавал и принимался за другое. Вот сейчас в этом его не было, но надо было озвучить. Вот это Житие Святых во Свете Библии. 83 ролика. И они вышли-то у нас одним залпом буквально. Точно, точно, да. Еще будем сегодня вставлять несколько, в 83-м закончится. Все, и мы отошли. Ну вот, я додал, и смотрите, не нравится, нравится, я об этом никогда не думал. Моя задача высветить во Свете Библии, принести пользу на остатках, что это сделать. И что, монахи должны идти, они не должны были заходить. Вот мне вопрос задают иногда, но вот женщины говорят, что выводить надо их там, вы выводите, нет, когда они в брюхах заходят, в храм. Я говорю, мы не выводим, вот, это правильно делаете. Я говорю, так а что правильно-то? Мы их туда не запускаем, я и выводить не могу никого. Они у нас зайти-то не могут. У нас при дверях стоят стражи и отдельно юбки, платки мы дадим, оденем, и кто приезжает-то. Вот и все. Мы не выводим. А они поняли, что не выводим, как Кураев говорит, или этот, Смирнов, на это не надо смотреть, то другое, у нас по-другому, мы на это смотрим. Это не мелочи. О мелочах Библия не говорит. Там все полезно. А начиная, да в каком народе, да как одевались, ты в каком народе живешь там и смотри, как одеваются. Что там? А шотландцы, они в юбках ходят. Во-первых, ты не шотландец, а православный, живешь в России. А тут есть свой дресс-код. Посмотри, картины Сурикова, Поленова. Маленько-то, Репина. Открой глаза, посмотри. Мы ничего нового не придумали. Так у нас приезжают, когда и все, даже иностранцы, тут американцы были. Какие у вас женщины красивые. Так они одеты, они красивые. Красивые. Ну, вы видите, вот вчера Крещение посмотрели, там Агафью Крестин-то. Видели? Да. Да, видел, видел. Вот. Ну, видно, что люди, я что-то маленький не поставил, тут как батюшка освещает куличи. Не решился поставить. Ну, там подготавливают ванну и другое. Я так его положил в архив. У меня много в архивах. Вот так. Если бы я говорил стандартно и с прицелом на кого-то, вас бы никогда это не заинтересовало. У вас этого до приезлиха хватит и в Красноярске. Но так как вы стали смотреть, и вот мне, которые заходят новые, друзья просятся, наконец-то я нашла, которые говорят прямо по Евангелию. Я православный. Мы сейчас не выходим от вас, и муж, и дети, и все сидим на вашем форуме, там на видеоканале, тем более у нас так все идет. А я об этом никогда не думаю. Нравится, не нравится, это не мое дело. Это ты решай. Я сказал, как должно. Так говорит Господь. Пророк Михей. Иеремия говорит, это любимые мои пророки. Ну, а там все. А ты дальше сам смотри. Мне Бог дает каких друзей, вот в числе их вы в этом году. Сергей парализован. Он прилип всеми фибрами. И его там долбят. Да за кем ты пошел? Да там гуру. Да что так они городят они. Куча малых. А он никаких. Он говорит, вы конкретно покажите, что не так. Конкретно, по слову Божию. И он тоже говорит, у меня, говорит, отношения, он смотрит за нами это вот это. Я, говорит, святым, так как там, жития святых. А у меня, говорит, сам не заметил, как перевернулось. Я сейчас по-другому смотрю, как вы говорите. Да по-другому нельзя смотреть. По-другому нельзя. По-другому это значит писать свое житие. От этого, что они написали, они отрекаться. Это не могут. И Библия признает. Ну, и всего я их соединил и показал, что это искаженное зеркало, обратное, зеркальное отображение. Да. Ну, что же, Татьянеевич, те вопросы, которые я хотел задать, я задал. Слава Христу. Благодарю вас за эту замечательную беседу. Я всегда очень радуюсь весточке от вас. Вот. И вы всегда в моей молитве. Поклон вашей общине. У нас интересно, когда на домой суд шел, а судья спрашивает, вот вы священник отцу Геннадию Фасту, а почему Клапкину-то обращались и у него брали там пленки, тогда были пленки-то. Он говорит, я преподаватель. Есть определенные книги, но книги я не пишу. Для этого есть другие люди. А другой спрашивает, ну, вот вы как это объясните, что священники Клапкину, это в годы Советского власти. А она отвечает, а он священник для священников. священник для священников. А она совершенно неграмотная женщина. И всех которых допрашивали, 32 человека, у меня были свидетели. Она была одна, которая все прослушала, что я насчитал. Вот и все. Я никогда не думаю, какое звание, что. Просто умею благодарить Бога, умею быть довольным тем, что Бог дает. Вот мы встретились. Ну, а если вы будете не так, вас научат, вы будете против. Я приму от Бога с благодарностью. Конечно, будет жалко, что мы потеряли друг друга, нам так хорошо было и тепло. Так что, даже разговаривая с вами, я всегда мысленно протариваю дорожку, что мы расстанемся не друзьями. А почему? Ян Златоуст говорит. То, что случается неожиданно, неподготовлено, переносится тяжелее. Я везде в мыслях это поддерживаю. Почему? Человек склонен к этому. А можете ли вы так про него? Я не могу. Мне это не дано изменять другу, поза глаза, разошлись, мне бы кто-то на вас наклепал, как говорится, а я теперь на вас сначала коситься, не хочу встречаться или уйду. У меня не было ни разу в жизни этого. Почему? Я молюсь каждый день Пресвятой Богородице, чтобы избавить меня от предательства. Она сохранила измены вот этой подлости. Я благодарю ее. У меня этого не было. Не было, просто Бог сохранил меня. Я в другом где-то виновен, но это не мое поприще. Ни разу и нигде ни одному другу я не изменил. Да не постыдятся во мне все надеющиеся на тебя 41-й псалом. Я его себе записал. То есть, у меня есть друзья, но есть и враги. И вот враги я сделаю не так. Ну, допустим, я заворовался или я там прелюбодействовал. И теперь моих друзей, которые верны мне, их будут говорить, вот он ваш, что делает-то где-то. Это всегда меня удержало от необдуманного. Да не постыдятся во мне все надеющиеся на тебя, друзья, чтобы им было не стыдно, что я был у них в друзьях. Я об этом молился, благодарил Бога и думаю, что уже столько-то не будет. Вот так. Замечательно. Всегда раз вас видеть, ваши десточки, получать ответы. Ну, у меня на сегодня те, которые вопросы я заготовил, я их всем выдал. Все, вы теперь записывайте. Ну, конечно, Володя не будет, может быть, до осени. Потому что мы вот записали, вы видите, мы выставили, а Сергей там, что надо, он обработает. Он ведет это дело. У него лучше получается. Но закачку сделаем мы. И может быть, сегодня. С Богом! С Богом! Все, отключай нас, пойдем завтракать. Ну, слава Христу! Преподаватель университета, преподаватель в академии, вот прилепился, выпросил все книги, получил, купил. Не просто так. И он по-серьезному ко всему отнесся. Почему другой-то, который рядом так не делает? Ну, у него другой путь. А вы обещаете,